В 1966 году милиция Азербайджанской ССР сбилась с ног, разыскивая банду дерзких головорезов. Преступники передвигались на Черной Волге, совершали налеты на магазины и скрывались с награбленным. Большая часть преступлений была совершена в столице Азербайджанской ССР – Баку, но налеты случались и в районных центрах республики. Всего банда совершила больше двадцати краш и ограблений и два убийства. Краденое они сбывали неведомыми для милиции путями. Вскоре по Азербайджану поползли слухи о том, что в республике действует банда «Черная Волга», во главе которой стоит главарь по кличке Львиная Лапа – Пянджали Аслан. Республиканская милиция бросила все силы на поиски злоумышленников, но найти бандитов не могла. Сыщики не могли даже определить, кому принадлежит «Черная Волга», на которой передвигались преступники. А ведь такая машина в советские времена была товаром дорогим и штучным. На них ездили только партийные чиновники и директора предприятий. И вдруг банда! Попытка внедрить своего человека в ОПГ закончилась провалом и трагедией. Стоило сотруднику милиции под видом уголовника начать расспрашивать о бандитах, спекулянтов и торговцев краденым. Как через несколько дней его нашли с заточкой в сердце. А налеты продолжились. На ювелирные магазины, аптеки, где добычей становились не только деньги, но и наркотики. На дело преступники выезжали только за крупным кушем – сто-двести тысяч рублей. После денежной реформы 1961 года это были огромные деньги. Но вскоре общая добыча бандитов превысила миллион рублей. Ювелирный магазин на одной из улиц Баку был взят хитро и лихо. Его охранник Газизов вышел на улицу покурить и тут же заметил в темноте фигуру. Мужчина расслабился, сообразив, что перед ним всего лишь хрупкая и очень красивая девушка. Откуда же ему было знать, что это знаменитая на весь город воровка Клара Юсеф-Заде по кличке Зеркало. Улыбаясь, девушка подошла к охраннику, попросила закурить и тут же выхватила у него из кобуры пистолет. Утром его нашли убитым. А сумма похищенного из магазина заставила милиционеров скрижетать зубами. Было украдено золото и ювелирных украшений на 1 миллион 700 тысяч рублей. Начальство силовых структур рвало и метало. Еще бы, преступления всесоюзного масштаба. Милиционеры чувствовали себя беспомощными. И только один человек не терял самообладание. Опытный следователь Али Рустамов терпеливо шел по следу бандитов и просеивал крупицы информации, стекавшиеся к нему от осведомителей со всего города. Но и бандиты понимали, что так долго продолжаться не может. А потому львиной лапе пришлось решиться провернуть еще одно дельце, чтобы затем скрыться. Новой жертвой бандитов стал Муса Гусейнов, директор бакинского цума на улице Низами. Бандиты выяснили, что директор цума каждый день обедает в ближайшем ресторанчике. Чтобы завязать знакомство, один из них несколько раз обедал в ресторане одновременно с Гусейновым, а потом подсел к нему. Мужчины разговорились. Такие встречи продолжались несколько дней. Гусейнов понятия не имел, что стал объектом для изучения. Особенно преступник вслушивался в модуляции его голоса, запоминал тембр, повороты речи, особенности произношения. И вот через несколько дней, когда Гусейнова не было дома, раздался телефонный звонок. Трубку подняла супруга директора цума. «Слушай меня внимательно», — сказал ей якобы муж. «К нам домой едут с обыском. Срочно собери все в чемоданчик и спрячь уродни. Мне не звони. Телефоны на прослушке». Испугавшаяся женщина так и не поняла, что звонил ей не муж, а бандит Львиная Лапа. Женщина бросилась сгребать драгоценности в саквояж и выбежала на улицу. Возле нее тут же заскрипела тормозами машина. «Гражданка Гусейнова, вышедший из машины, сунул ей под нос корочки. Ваше имущество мы забираем. Рекомендуем вашему супругу самому явиться в отдел милиции и написать чистосердечное признание». Женщина, конечно же, была в курсе, что ее муж сбывает самые лучшие товары спекулянтам, и в ужасе отшатнулась. А мужчина вырвал у нее саквояж, сел в машину и уехал. Вечером, вернувшись с работы, Гусейнов обнаружил, что все его богатства пропали. Он был не из робких и тут же поехал в милицию, где написал заявление об ограблении. Львиную Лапу задержали уже на следующий день в Москве, когда бандит спускался по трапу самолета. Опознали его по одежде, тонким усиком и саквояжу, который он не успел сменить. Впрочем, саквояж слегка похудел. В Баку главарь банды заночевал у подельника по имени Зяли, и тот выкрал часть золотишка. Но не это потрясло сотрудников Мура и республиканскую милицию. Их поразил тот факт, что Львиная Лапа – женщина. А как же ходили слухи о кровавом бандите? Как же сплетни о том, что уже задержанная на карманной краже воровка Клара – девушка Пенджали Аслана? Да как вообще молодая особа могла притворяться мужчиной и держать в кулаке почти 20 прожженных рецидивистов, среди которых были и женщины? Уж они-то должны были понять, кто перед ними. Лишь когда задержали всех членов банды, стало понятно, как действовали бандиты и почему никто из них не знал, что Аслан – девица. Пенджали родилась шестой дочерью в семье известного бакинского вора Айдана. Так и не сумев дождаться наследника, отец стал растить дочь как сына, причем он не просто воспитывал мальчика, он воспитывал вора, которому хотел передать секрет ремесла. Девочка с измальства носила мужскую одежду и уже подростком стала ходить с отцом на дело, стояла на стреме. Со временем она научилась искусно скрывать пол. Этому способствовал явный актерский талант. Аслан без труда копировала голоса других людей и с легкостью перевоплощалась. Она бинтовала грудь, чтобы не росла, носила кепки и не расставалась с кожанкой, скрывала фигуру. О том, что главарь женщина знал только один член банды – водитель Волги Ариф Алиев. На допросах он рассказал, что раскрыл тайну львиные лапы случайно, зайдя ночью в комнату, когда она осталась у него ночевать. Правда, это он скрывал даже от нее. С них двоих – девица и водителя. И началась эта криминальная история. Некоторые следователи и сейчас считают, что банды, по сути, не было. На каждое новое дело лапа находила новых людей. Затем с ними рассчитывалась и почти никогда не брала на дело снова. Исключением был лишь Алиев. На допросах стало ясно, откуда у бандитов «Черная Волга». Ее по ночам заимствовали у местного директора универмага Лившица. Алиев, который днем работал крановщиком, подъезжал к металлическому гаражу, приподнимал его, выкатывал «Волгу», затем ездил на дело, а потом возвращал машину на место. В конце концов, Лившиц стал что-то подозревать и однажды поставил в машине капкан. Попавшийся в него Алиев надолго выбыл из дела. Вот тут-то львиная лапа и решила, что пора менять Азербайджан на Москву. Известно, что на суде львиной лапе дали 15 лет. Такие же приговоры получили другие преступники, в том числе воровка Клара Зеркало и самые кровожадные из грабителей Маргарита Яванян. Смягчающим обстоятельством стал тот поразительный факт, что после каждого ограбления детские дома СССР получали большие переводы денег. Преступники оказались сентиментальными. Но это еще не все. Со временем история Пянджали Аслан стала обрастать мифами. То вдруг проходил слух, что водитель Алиев на допросах клялся и божился, что сам сжег все мужские вещи Аслан, а преображенная девушка, надев лучшее платье, уехала в неизвестном направлении с награбленным. То вдруг говорили о том, что она была настоящей Никитой и работала на КГБ. А то вдруг по Баку проносился слух, что обворовавший ее подельник Зели был убит вскоре после того, как она освободилась. Заинтересовавшийся этой историей бывший следователь и писатель Георгий Заплетин решил выяснить настоящее имя преступницы. И оказалось, что ее дела в архивах Баку нет. То ли кто-то его подчистил, то ли Аслан сама успела его выкрасть, то ли кому-то заплатила за это. Теперь можно только гадать. Правда, в конце концов, Заплетину удалось выяснить ее имя. Но уверенности в том, что оно настоящее, до сих пор нет. Он считает, что преступницу звали Асланхан Меритукова. Имя Асланхан могло бы объяснить прозвище налетчицы. Кроме прочего, это имя универсальное. Его дают как мальчикам, так и девочкам. Скорее всего, сейчас уже нет в живых участников этой истории. Алиев умер в 2006 году. А Асланхан, если только ее действительно так звали, в последний раз видели в Баку в середине 1990-х. Поговаривали, что она все же сумела навсегда завязать с прошлым и жила обычной жизнью. Примечательна судьба воровки Клары Юсеф-Заде, отметившейся в банде «Черная Волга». Она родилась в 1934 году в семье революционера Агабабы Юсеф-Заде. Кларе было всего три года, когда ее отец стал жертвой репрессий. Когда началась Отечественная война, ее братья добровольно ушли на фронт, а она стала человеком криминального мира. В общей сложности Клара провела за решеткой 32 года. 30 из них далеко от Баку. Она сидела в считающихся самыми страшными колониях Карлага, номер 6 в Мордовии, именуемой Бухенвальд, и в городе Чеплыгин Оренбургской области, где делила камеру с людоедами. За это время Юсеф-Заде дважды приговаривали к смертной казни. В 1955 и в 1986 году. В последний раз всего за два дня до исполнения приговора он был отменен после обращения ее адвоката к генеральному прокурору СССР Руденко. В 1991 году Юсеф-Заде в последний раз была выпущена на свободу. В 1996 году она потеряла жидкость глазных хрусталиков, ослепла и оказалась прикованной к постели. В последних интервью Клара говорила, что очень сожалеет о жизни, прожитой в никуда. Но ничего уже не изменишь. Жива ли она сейчас или нет, неизвестно. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!